Друзья, всем привет! Вы на канале тот самый шашлычок. Готовить я сегодня буду вкусные грибочки, фаршированные свиным говяжьим куриным фаршем, ну смешанным фаршем. Также буду готовить люля-кебаб. Фарш тот же. Фарш накрутил. Здесь что-то около полкилограмма говяжьего фарша. Где-то около полкило свиного. Ну и соответственно куриного. Плюс-минус где-то 1,7-1,8 килограмма здесь. Так, приступим. Специи для фарша. Чеснок сушеный молотый, перец красный, паприка, соль по вкусу, каждый солит столько, сколько ему угодно. Также одно яйцо нам понадобится. Нарезаем зелень. Все тщательно перемешиваем. Отбиваем, чтобы все распустилось на волокна и фарш стал клейким. Для шампиньонов это тоже подойдет, чтобы фарш из них не вываливался. Для люля-кебаб это делать обязательно. Скатываем шарики и отбиваем. Потом сформируем их. Уберем в холодильник, чтобы они в холодильнике лежали где-то час-два. в морозилку. А мы все отбиваем фарш. Так, все. Фарш отбил. Наполняю шампиньоны фаршем. Так, понемножечку, чтобы... Не знаю, делаю первый раз. Может быть, что-то я неправильно делаю. Кто-нибудь подскажет, посмотрев видео. А то в последнее время что-то у меня там профессионалов в кулинарной индустрии появилось очень много. Думаю, вот так пойдет. Так же пойдет у нас следующий фарш. Клейки получился, как я уже и говорил. Налюля-кебаб. Просто захотелось шампиньонов фаршированные. Где-то в интернете увидел. Шампиньоны я очень люблю. Потому что они сочные. Ну и жарятся они недолго. 10-15 минут. Учитывая, что здесь фарш, будем смотреть, как говорится. Будем я поглядим, что будет на мангале. Но все равно угли должны быть средние. Это для люля-кебаба нужны угли агрессивные поначалу. Потом уже допекать. А люля-кебаб на моем канале уже есть. И не один люля-кебаб. Как бы с курицей, с говядиной, с курицей. Вот свиного, говяжьего, куриного у меня еще не было. Попробуем, посмотрим, что получится. Так, колобочки налепил. Колобочки уходят в морозилку на один час. Налепил. Получилось у меня около 6 штук. Это значит 6-7 шампуров будет люля-кебаба. Также шампиньоны набил фаршем. Фарш вообще изумительный, клейкий, классный получился. На каждый шампур по 4 шампиньона. Это 3 получается шампура. Все уходит в морозилку на час, пока готовлю мангал. Далее включусь на мангальной зоне. Так, прошел час. Настало время нанизывать шампиньоны на шампура. Стал вопрос, как. Жарить надо их с двух сторон. Если перевернуть их вниз, я боюсь, они вывалятся. Значит, будем их вот так вот продевать. Кто его знает? Ух ты, из этого получится. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Опять же, так же или этой стороной сюда доводить. Давайте попробуем вот так. Вопреки всем законам. Следующий уже опять по-другому пошел. Фарш вроде бы ничего. Этот опять в эту сторону. Ну да, получится, получается у меня еще два войдет. Значит, немного я обманул вас. Будет у нас не столько шампуров, как я планировал. Следующий. Примерно это выглядит вот так. Да, мне все нравится. Посмотрим, что из этого получится. Вот так. Примерно? Продолжение следует... Руку смачивать надо постоянно, чтобы к руке не прилипало был эластичный фарш. Фарш слегка подмерзший. То, что нам и нужно. Концы немножко прижимаем. Когда будете нанизывать фарш на шампура, то вы поймете, что он ваш, он готов. Лепить я, конечно, не умею, как профессиональные ребята. В основном это блюда кавказских национальностей. Они, конечно, умеют из него делать красоту. Но я не такой профессионал. Тем более у меня нет поварского образования. Для меня и так пойдет. Главное, чтобы было вкусно, как говорится. Я, конечно, сторонник того, чтобы еда была не просто вкусной, но еще и эстетически красивой. В руках он теплеет. Как только теплеет, начинаем нанизывать. И сверху такими вот движениями приспускать фарш вниз. Как только начинает прилипать к рукам, мочим руки. Равномерно распределяя. Все, люля, шампиньоны на шампурах. Ухожу жарить. Еще пять минут. Ну, пять-семь. И буду снимать с мангала. Шампиньоны, люля. Полностью прожарились. Сок с люля бежит. Совсем уж не хочу, чтобы он у меня был сухим. Пять минут и снимаем. Первый пошел люля у нас. Сначала его в эту сторону. Потом вот так. Такие же действия. Оп. И он прям снимается, как единая колбаска. Немного сюда. И сюда. Потому что шампиньоны, они немножко будут подольше у меня жариться. Так как фарш внутри шампиньонов. Потихонечку раскладываем шампиньоны. Потом принесем. Накрываем. Пускай стоит при комнатной температуре, пока не принесу шампиньоны. Теперь будем думать, как снимать шампиньоны, чтобы не нарушить их. О! Нормально. Шикарно. Все прожарилось. Идеально. Многие говорят, почему ты, когда приготовишь, не пробуешь, что готовишь. Мне как-то неудобно. Воспитание не позволяет кушать, когда смотрят на меня большое количество людей. Скажу так, что все приготовлено. Все шикарно. Мне все нравится. Зеленью посыпем немного, чтобы вкус впитался в этот фарш, который в шампиньонах. Вообще шикарно получилось. Снимаю пешки. Не ел für ее, чтобы сути уст change. Бабы нежуковая пешка, как ужасно. Потому, что нужно будет ее прицелена куриен avez. Продолжение следует...